Доброе утро! Ну что, я забрала машину из химчистки, куртку из химчистки, и что гораздо важнее сегодня в ней, без шарфика, так, и что гораздо важнее, я привезла машину на установку камеры. Камера пришла, мне её сейчас установят, хочу договориться, а, ещё, значит, соответственно, сдаю машину, будут искать ошибку. Ну, надеюсь, всё закончится хорошо. Так, ещё поеду в налоговую, специально взяла договор купли-продажи Дастера, вообще срок до апреля, но я надеюсь, что сейчас в налоговой будет очень мало людей. Здравствуйте, а я на 10 записывалась на замену камеры заднего вида. А, хорошо, ты вот первый, второй, второй, второй. Ага, спасибо. Так, сейчас чуть-чуть, ну да, всё, сколько-то. Так, второе, третье окошко. Ах, я уж когда домой сюда хожу, это так печально. Здравствуйте. Сейчас всё решим. Так, дайте, я, знаете, что хочу посмотреть? Вот. Сколько сейчас стоит Атлас ПРО? Так, Атлас-то я вижу, цены не вижу. Так. А, это тут дело. 4 500. Что-то ниже на Атлас цены. Бесплатные, забирайте. Отдаю машину, короче, для замены камеры. Заодно решила сделать ТО, так сказать, ну, раз уж я приехала, чтобы не тратить на это силы время, потому что это надо будет ещё какой-то день выделять. А сейчас декабрь месяц насыщенный, поэтому решила уже, как говорится, гулять, так гулять. Сейчас сдавала машину свою на осмотр, и такую мачку увидела, думаю, боже, девочки, это больше девочка. Потому что я не могу вам не показать. Вы должны это видеть. Здравствуйте. О, вы посмотрите. Боже. Немножко напоминает Ниссан Жук. Девочки будут в восторге. Боже, вы посмотрите, какая она классная. Вот. А то тут жаловали с подружкой, болтали, говорят, ну, не осталось женских автомобилей. Одни кроссоверы, да внедорожники. Вот. Так, она не очень большая, такая компактненькая. Сзади подлокотник со стаканами. Всё прям круто. Ну, и, как я понимаю, маленький багажник. Так, я его, наверное, не открою. У меня тут это, сумка и документы. Боже мой, какая няшка. Ну, она очень классная. А сколько она стоит? Почем можно взять такую прелесть? Нет, нет. Нет, нет. Как физическая, как юридическая? А, физическая. Как у вас есть. Смотрите, какой классный значок. Блин, она очень классная. Такая чистая для девочки машина. У меня, кстати, подруга, которая разводится, она как раз думает о том, что ей нужна машина. Потому что та машина, которую купил её муж с продажи её машины, для неё, ну, как бы, большая. Она боится её водить. Ей неудобно, некомфортно. Это Citroёn S-Crosser. Ну вот. А это она как раз такая массенькая. Так что, в принципе, ну, сейчас узнаю цену. И можно будет ей предложить. Если будет не шибко дорого, как-то в кредит, я не знаю. Ну, машина прям классная. Так, девочки, в общем, называется она Ора 03. Стоит она, комплектация, которую я вам сейчас показала, 3 899. Но есть ещё какая-то побогаче за 4 миллиона без тысячи рублей. В общем, девочки, присмотритесь. Всё, бегу. Моя машина. Моё такси приехало. Сейчас поеду, съезжу в налоговую. Знаю, что вроде как рановато. Но надеюсь, что там будет крайне мало людей. И мне помогут заполнить. Потому что в прошлый раз я с декларацией конкретно налажала. Но мне там девочки помогли, конечно, исправить. Но, знаете, даже лучше мы сейчас заполним, а потом подадим, когда положено. Вот. Всё. Погнали. Блин. Она даже, вон, даже снежная, красная. Классная. Даже чёрный цвет ей идёт. Шикарная тачка. Всё. Две минуты я была в налоговой. Значит, надо всё заполнять в электронной форме. В том году ещё можно было выбрать либо в электронке, либо прийти лично. В этом году уже всё. Но девушка сказала, что... Ну, она всё объяснила. Спасибо большое. Значит, сказала, что у меня моя обязанность ещё не наступила. То есть надо будет не раньше 1 января следующего года по 30 апреля. То есть это, как говорится, фальш-старт. Ой, ну-ка, ну-ка тут двери как неудобно. Всё. Очень грустно, что всё в электронном виде. Так. А мне надо двигаться домой. Домой, домой, домой. Сейчас мужу напишу, скажу. А я говорила, что ещё рано. Ну, по крайней мере, с другой стороны, у меня сегодня весь день свободен. 5 часов минимум будут мой автомобиль, скажем так, осматривать и дорабатывать. Поэтому чем-то надо себя занять. Главное, я решила вопрос по налоговой. Всё. В этом плане галочка стоит. Осталось следующий пункт. Лапша. Я же вчера её так и не съела. Но сегодня уже что-то и не хочу. Честно говоря. Так. Не знаю, как добраться-то домой теперь. Откуда лучше такси заказать? Сейчас, кстати, в налоговую ехала с таксистом. Приятный водитель. Обсудили с ним нашу таксишенную боль. Пассажиров. Ну, в комфорт плюс это неприятных ситуаций. Очень-очень мало. В экономе-то там побогаче с этим делом. Ой, боже. Так скользко. Ну, вот. Но всё равно так полчаса ехали. А так быстро время прошло. В беседе с приятным человеком. Всё-таки, что ни говори. А таксисты это люди, с которыми можно поговорить. На многие темы. Кто бы что ни говорил. Так. Я хочу знать ещё что? Я хочу дабл бабу. Вот что я хочу. Сейчас погуглю. Может где-то здесь есть на районе? А ещё... А ещё я хотела сказать о том, что у меня на канале исчезают комментарии. Причём не какие-то плохие комментарии. Исчезают хорошие комментарии. Я вчера... Ну да, вчерашний был комментарий. Значит, я получила прелестный, ободряющий комментарий. С пожеланиями быстрее собрать тысячу подписчиков. А я хочу собрать тысячу подписчиков, потому что я хочу стримить с телефона. А это можно сделать только когда у тебя тысяча подписчиков. К сожалению. Я пыталась это сделать на планшете, но либо я не разобралась. В общем, он мне не дал. А иногда очень хочется в процессе работы, когда я стою, жду заказы, мне скучно постримить. И этот прекрасный, ободряющий комментарий куда-то пропал. Это так обидно. Я сомневаюсь, что человек, который его оставил, просто взял, сам его удалил. И это уже не единственный такой комментарий. Так что я даже толком не успела им насладиться. Я уведомления прочитала чуть-чуть. Но в полной мере не насладилась. В общем, пошла за чаем. Ой, люблю это время. Вы посмотрите. Красота. Так что очень-очень печально, что пропадают комментарии. Они у меня все на переводчете. Кстати, вот этот бар. Бар 8. Значит, находится напротив сенатора на Петроградке. Ну, кому интересно. Значит, там всегда столько, много народу. Каждый раз говорю, что надо будет сходить в этот бар посетить. Потому что как понять, что место хорошее. Вот если, как говорится, яблоку негде упасть, давкой нет свободных столиков, значит, это прекрасное место. Вот так вот я и вычисляю хорошие места. Мне, кстати, еще чем моя работа нравится? То, что я посещаю много кафе и ресторанов. Потому что у меня в машине, кроме воды, еды, грубо говоря, ничего нет. А надо еще кое-что. То есть я захожу, я осматриваюсь. А потом иду туда есть, пить, гулять. Короче, у меня таких заведений скопился такой огромный список. Я боюсь, что даже если я каждый божий день буду обедать в новом заведении, я весь список за месяц не осилю. Зашла в Красный Дракон, не смогла пройти мимо. Так. Что-то новенькое. Фруктовый чай. Короче, надо будет попробовать. Так. Стоп, стоп. Лапшечку хочу посмотреть. И так, поки. Так. 280 грамм. 280 грамм. 300. 360 рублей. Надо будет запомнить. Так. Это 320. Вот такие. 257. Вот такие. Не поверите. Я потом смотрю, что сколько стоит. Так. Так. Вот это в магните по 86 рублей. Так. Так. 179. Так. Что-то как-то немножко дороговато. Лапшево. Лапшево. Шабачьи всы. Разрешите? Я вас, пожалуйста, пожалуйста. Ну, спасибо. Так. Набидки. Сейлор Мун. Титаническое усилие. В общем, девочки, я держусь из последних сил. Второй день. Говорю себе, мать, ничего не покупай. Тебе ничего не надо. Это вредно. Это, конечно, очень-очень вкусно. Но еще и вредно. Поэтому тебе это не надо. Ну, короче, в один день сорвусь и это. Закуплюсь. Так. Подождите. А я иду не в ту сторону. Я же шла за дабл бабл. Значит, я, короче, подумала, что... Ну, выбирая между дабл бабл и вот тем чаем холодным, я все-таки выбрала дабл баблу. Короче, я не одела шарфик. Я подумала, ну, зачем? У меня высокое здесь горло. Тепло хорошо. Но нифига подобного. Я горлом прям чувствую холод. Прям чувствую холод. Поэтому пошла возьму себе какой-нибудь вкусный напиток. Может, просто кофейный. Может, просто кофе. Посмотрим. Чего найду быстрее? Хотя, вон, булочная. Там наверняка есть хлеб. Хлеб. Ну, естественно, там есть хлеб. Чай, кофе. Вот, цех. Так, сейчас выберу. Ну что, наконец-то добралась до дома. В общем, что я хочу сказать. Вчера я из кимчистки забрала куртку. Вот, сегодня уже испачкали. Короче, зашла в кафе. Там был очень милый французский кульдом. Он так расстегался, растягивался передо мной. Такая путья-путья. Он как на меня лапу поставит. Ну, сильно пятно, конечно, в глаза не бросается. Ну, я вижу, что оно есть. Но, с другой стороны, а что удивляться, эту куртку, кимчистку придется сдавать минимум раз в месяц. Потому что светлое. Я понимаю, почему люди выбирают темные куртки на зиму. Потому что очень, очень грязно кругом. В общем, ладно. В кимчистку сейчас не побегу. Пока можно и так походить. Ну, сильно в глаза не бросается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok